Дальше у нас Бэд Комедиан, сказка есть, не смотрел этот фильм, не зная про него, не для детей, значится. Один из старых обзоров Бэда, мне, кстати, напоминает про новый обзор, но я не знаю, пока нет времени посмотреть. Однако узнаем, что за фильм такой, что в нем не так и насколько не так. Ладно, let's go, поехали, черт подели. Это стоило 3,5 миллиона долларов, то есть 3 рейда. Это снимали для детей. Это показывали в кино и неплохо рекламировали. Это снимали при поддержке Министерства культуры. Это нельзя воспринимать без мата. Этот обзор будет самым суровым испытанием ваших нервов. Это сказка есть. Ой, блядь. Карам ВТВ представляет. Эх, скучал по старой заставке. Что с соседями? Соседи, благо, успокоились, но некоторые беси бесятся все еще. Очевидно, что в нашей стране ненавидят детей. Серого вещества у них должно хватать только на то, чтобы слюна не капала изо рта при просмотре телевизора. Данный кинофильм в очередной раз демонстрирует все отношение к гвоздям в гробах. Сказка есть делится на три новеллы. Их снимало три режиссера, на месте которых я сделал бы стерилизацию. Вдруг их потомство тоже будет снимать кино. Первая новелла называется Мир игрушек. Главная героиня этой новеллы девочка по... Опять же, идея, кстати, многие говорят, что новеллы, это херня. Ребят, можно сделать. Можно сделать историю из разных новелл. Мультфильмы это хорошо подтверждали, например. Господи, вспоминаю ту самую новогоднюю... Я забыл, как назывался этот мультфильм от Дисней. Новогодняя история, где была новелла про семейство Скруджа, новелла про отношения Макса и Гуфи, и новелла про Микки Мауса, которая экранизировала Дары Волхлов. Реально, новеллы очень хорошо работали. Каждая, конечно, по-своему. Где-то более комедийная, где-то, опять же, больше похожа на такую семейную комедию. Где-то, что-то, знаете, такой вот новогодний американский фильм, но при этом достойная, реально хорошая... Хорошая... Хорошая альманах. ...имени Даша. Скоро у Даши должна родиться сестра. Поэтому родители Дашу ненавидят. И дабы подлить еще ведеркость с ненавистью в чан со злобой, Д'Артаньяновна просит дочку купить игрушку для еще не родившейся сестренки. И пускает ее гулять одну в огромный центр. Такая она хорошая мать. Сначала колясочка. Потом игрушечки. Эй, это что-то самая, по-моему, девочка из метро. Потом и плеер мой заберет. А может, я уже не хочу сестренку? Ммм. I hate diggers! I hate diggers! I hate diggers! Don't you... Нужно придумать, каким образом Даша попадает в мир игрушек. Магия, волшебство, портал. Портал, да-да-да, хорошо. Порталы были в Хогвардсе, в Нарнии, в Тристраме. Да, дети любят порталы. О, черт подели. Да камерон, не помню. Но нужно обдумать, каким образом. Эй, пошли водки выпьем, аванс за фильм-то получили. На девочку падает мягкая игрушка, и она просыпается в их мире. Погнали! Ты кто? Как что-то странно выглядит. Ты мой плеер. Один из главных героев фильма Плеер. Недоброе животное, не фэнтезийное существо, не Рон из Гарри Поттера, а обычный музыкальный плеер. К черту, пережитки, пусть главным героем будет нечто материальное. То, что можно купить в магазине. Пускай дети знают, что нужно ценить. К слову, в сиквеле главный герой... Кстати говоря, вот просто хочу посмотреть, что раз... ...что можно купить в магазине. Пускай дети знают. Как же он по-сосну сделан, честно, честно. Понимаете, что эти наушники, что костюм выглядят так, как будто они были сделаны для какого-то, знаете, детского утренника, очень дешевенького. Что нужно ценить? К слову, в сиквеле главный герой 500 рублей, и его будет играть Дукалис. Нелегал и неучтенка. Че? Жакей-то ебанулся? Копия клоуна из фильма Оно. Неучтенная кукла. Я не кукла. Я Даша. Судя по уровню эмоций, при взаимодействии с тобой, ты та самая кукла. Да кто вы такой? Что вы себе позволяете? Я не знаю, я пытаюсь говорить. Блядь, очень странно это звучит, очень странная тонация. Мне нужно так... Херово играть? Беспокоиться. Я не игрушка. Ты, наверное, велосипед. Ээээ, я бы покрутил педальки на таком. Так, блядь, не надо, Харви, уйди. Эти к полкам магазина рвутся прямо как с цепи. Блядь. Купи, купи, купи. При этом все понять должны. Отгадайте, кто будет не высыпаться в ближайший месяц? Кстати, без шуток, он, вот честно, немножко по-другому заклимировать, это будет, знаете, клоун для какого-нибудь клипа Короля и Шута. Вот без шуток, как раз таки... Вот подойдет для какого-нибудь клипа отлично. Такой, давайте, визуальный образ, максимально жуткий и приятный. Я. Жизнь, это клоунада. Наше кино, это клоунада. Институты, где обучают этих режиссеров, это клоунада. Сборище сценаристов, это клоунада Господи, какой больной отморозок это снял Ошибки в жизни случаются часто И Евгений просит прощения За эти резкие слова, сказанные в адрес создателей фильма Ведь тогда он еще не видел третьей новеллы Тогда... Там еще настолько плохо, господи Он еще улыбался Чувака из ментов сажают в тюрьму некие роботы Ну а резиновую куклу Дашу пытаются продать как игрушку Цену скажи мне, просто скажи цену Не важно как, все равно куплю Оказывается, чтобы куклы продолжили свой род Им нужно прийти в магазин и взять еще одну куклу Что и делают эти деревянные актеры Но не пора ли улыбнуться? Интересно именно Это было плохо Просто, блядь, упади И все Вот так он представлял себе актерскую карьеру Когда учился в театральном Что благороднее духом покоряться Прощам и стрелам яростной судьбы Или ополчаясь на море смут Сразить их противоборством Умереть, уснуть и только Эй, или ты соглашаешься на роль кукольного кена В странном трешаке Или освобождай коробку из-под холодильника Тем временем Я потратил столько лет А в итоге Знаете, вспоминается та самая ситуация Когда Бурунов озвучил Angry Birds Там был момент, где Леонард такой Хи-ха-ха Такой танцевал И вот разочарованный Бурунов такой Потратил столько лет У меня диплом есть МП-3шник в тюрьме Знаешь, что делают с айподами в тюрячке? Долбят в уши В тюрячке сидят человек, которому тесно В рамках российского кинематографа Хабенский И человек, которому тесно в рамках плохого кино Пореченков Они олицетворяют игрушки, которые Блядь, то Хабенский здесь выглядит странно Какой-то Химический Дракула Когда-то забыла Даша Игрушки, друзья Это вам не игрушки С каких пор словарь стал игрушкой? Твердим об этом Не впервые Что вы делаете-то? До меня в детстве репортажи Криминальной России меньше пугали Чем эта оторванная башка Она еще и плачет Что может быть хуже? Пупсичек Доченька-кисулечка, ты дома? Рыше едет уже, блядь Продолжаем В нашем доме не соринки Чистота, как на картинке Стены, полы, потолок Вы же ебаные куклы Отчего должно быть грязно? Ты сама-то хоть подумай Кстати, некоторые движения неплохо отработаны Прям реально как куклы Отец моется на глазах своей приемной и родной дочери В мире кукол Это просто японский менталитет, вы не понимаете? Свои особые традиции А что думаешь ты, Харви? Нужно срочно отмыть свою репутацию А кукла не болеет Апчхи Вот видишь? Ага, конечно Подождите, я не могу понять, кто из них изображает куклу Я думаю о том, что А мы не обе куклы Что когда меня купят, я больше не увижу маму и папу Мне сто тысяч часов Но я радуюсь, что у меня будет хозяйка Мы будем с ней лучшие друзья Ага, конечно, он тоже так думал У меня есть хозяааин Даааааа А я буду вспоминать тебя Сестренка Поможешь мне? У меня друга схватили Чтобы спасти друзей, им нужно пройти через охрану Охранники это два робота Резиновые куклы начинают разговаривать с ними И внезапно у роботов кончается питание Девочки замыкают контакты роботом И те взрываются И пластмассовые, как мозги сценаристов, куклы проходят Так, так, так Есть через двух роботов-охранников. Как же они это сделают? Не заморачивайся. Так, 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 смекалка или интересная схватка. Эффекты, краски. Да, дети любят это, им понравится. Небольшая битва с плохими роботами. Эм, пошли водки выпьем. Министерство культуры увеличило бюджет. Так, у роботов кончается питание, и куклы их замыкают, что бы это ни значило. Да и так сожрут похуй. Естественно, кто-то забывает ключи в замке, и резина спокойно проникает в кутузку. Я очень по вам скучала. Мы тоже рад тебя видеть. Словарик, я правда по тебе скучала. Странно какое-то словарик. Откуда там химические формулы? Честно. Вы в детстве скучали по словарикам? Мне кажется, нет. Ну, не знаю, кому как. Я, например, все еще скучаю по энциклопедиям, которые мне, что бабушка, что мама дарила. Ах, снова перечитать этот огромный список этих потрясающих, опять же, чудес света, энциклопедия по мифологиям разных стран. Эх, черт поделик, надо вот когда приедут домой, посмотреть, что мне вообще из этой вот коллекции осталось. Очень дорожу этими книгами. И знаете почему? Потому что вы нормальные. А кто эта прекрасная барышня? Я ее старшая? Это моя знакомая кукла. Мне плевать на ваши отношения. Мне плевать, что она тебя сестру не считает. Как и всем зрителям плевать. Как и актерам, играющим в этом фильме плевать. Лапзание в тюрьме, как обычно, до добра не доводит, и героев замечают. Свобода или ничего? Пожалуйста, пусть будет ничего. Свобода. 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 Да кто на такой денег выделит? Как кто? Министерство культуры? Ёпта. Свобода. Не вижу ничего плохого. Хорошая сцена, если у режиссера, которого вы наняли, какие-то очень странные предпочтения. Маленькая вероломная крыса покидает корабль. Она видела, как ее друзей насилуют. Ну нет, он не особо похож, честно, на Алукардо. Скорее, больше на такой стереотипного Дракула. Тут убивают. Обещала, что никогда с ними не расстанется. Но в миг все забыла и убежала. А потом ни с того ни с сего просто развернулась. Проклятый крикун. Как живая. Я люблю тебя. Что вы делаете? Как вам не стыдно? Это ты создателем фильма? Базиклоун. А клоуны дарят детям смех. Тед Банди не это дарил детям. Он ну говорит. Гейси также любил в дворе смех. Потом 30 человек или даже больше. Давайте лучше этого не вспоминать. Гейси говорит, что оно зло, несмотря ни на что. Потом оно разворачивается, и Даша нажимает кнопку на его спине. И вдруг клоун добреет. Прости меня. Сестренка. Какой, часто жуткий ракурс. Даша нажимает кнопку на его спине. И вдруг клоун добреет. Прости. Блять, какой же ты страшный, сука, господи. Ты меня. Сестренка, прости его, пожалуйста. Как? Ну ты же... С куклами этого не бывает. Сдохни, 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 сгори в аду. Млачую сестру все любят больше, чем тебя, как обидно. Ей свои игрушки и компьютер отдадут, очевидно. Ладно, все же послушай, не убивай сестру. Чего? Охуенный посыл. Просто. Вместо того, чтобы сделать посыл, как раз таки для родителей, что, как бы, у вас все еще есть замечательный ребенок, что дадите столько же любви. Научите, опять же, к тому, чтобы она могла заботиться о сестреночке. Нет, не убивай сестру. Чего за хуй... Чего? Чего? Не убивай сестру. Потерпи чуть-чуть, ради бога. Дорогой... Мне просто, блядь, интересно. У создателя или сценариста этого фильма были какие-то очень натянутые отношения с младшим сестрой или братиком, и поэтому он проецирует вот это вот желание прикончить в этот фильм, что ли? Какого черта? Что за больная безовщина? Какое министерство культуры Российской Федерации? Гореть вам в аду. Лучше бы просто своровали деньги, а не отмывали их через это морально-дефектно-дебильное кино, снятое людьми с аналогичными прилагательными перед именем. Естественно, теперь она любит сестру, семья перестает ругаться, и все стали добрыми. Все это получилось просто так, ни с того ни с сего, прям как с лоботомией у сценаристов. Мне кажется, он очень добрый. Теперь. Ненавижу! Мораль сейновеллы такова. Обещай не... Сценарист ББ. Ага, что это на самом деле? Завуалированная история о том, как подготовить базу игрушек для того, чтобы заводить палестинских детей. Ладно, все, эта шутка уже устарела. Все еще лежит в сердечке. Исполняй, ненавидь и лицемерь, и главное, не убивай сестру. Интересно, о чем же вторая новелла? Музыка, дёртиманк, слова Максим Дош. Вчера приполз из офиса, заворот гипофиза, начальнику пофигу все, мы стадо. Работа на дом, и дом стал адом. Телек на мозги давит, горный велик. Знаете, я чего угодно ожидал. Вы могли просто показать жопу, вы могли, я не знаю, там, запустить, например, того же Полеченкова, или я не знаю, господи, да кого там не жалко. Да ноги его, например, запустить в небо, пока он пьет бутылку водки, что угодно. Да хоть березку, которую, я не знаю, там, сжигают, в итоге подбегают безруков, спасают ее огнетушителем и обнимают. Березка моя, замечательная. Вот так вся сердечко радуется, чувствует просторы наши. Но я не собирался смотреть на рыпующего Куценко. Вы грудали мне в доспальне, а еще на дачу везти брата Толю. Волю мне, волю, хотя бы Пашу. Никогда не задавайте вопрос, что это было. Я ничего не видел. Эй, а вы там видели что-нибудь? Нет, нет, нет. Господи, я ничего не слышу. Навелла называется детством Форева и зачем там снялся Серебряков? Он архитектор, который уже ц... А он сам не знает, его когда спрашиваешь, он все еще сидит на этом стуле, плачет и говорит, я погибаю. Целый месяц делает макет цирка. Все ради того, чтобы его семья жила в достатке. Естественно, у него есть сын, который в маске пусерает, представляет себя Бэйном. Так, испортил бабушкину шапку. Your punishment must be more severe. Надень обратно. У Серебрякова заканчивается бумага и ему нужно сходить в магазин. Он запирает свой кабинет и оставляет ключ на самом видном месте. Его сыночек, неистово повторяющий... Сокол, 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 сокол. Послушай, сука, сука. Проникает в кабинет отца, чтобы просто измазать макет отца шоколадом или какахами. Как... Нахуя? Ты вроде уже довольно взрослый, сознательный ребенок. Нет, понимаете, я знаю, что... Возраст не особо играет и... Шила в шоке может быть всегда. Но, блядь... То есть ты пришел просто, чтобы пожрать шоколады над отцовской работой? Блядь, охуенно. Просто гениально, блядь. Это из-за того, что вот моя бабушка там у него очень много книг накопила. Здесь-то классный книг. Все, что я просто пойду с талелкой окрошки, просто буду жрать, пока все не прольется и не заляпаю колбасой и огурцом. Как кому угодно. А что ты плячешься теперь? Отец справедливо начинает кричать, дескать, сын испортил всю его работу, и теперь они умрут с голоду. Но вдруг сам оказывается виноват. А ты знаешь, какую книжку прочитал наш сын в последний раз? А ты знаешь, какой рисунок он нарисовал вчера? Танк Т-34. Это тонущий брик Джека Воробья, тонущий. Ну и что ты хочешь этим сказать? Что ваш сын? Нет. Да, опять же, с одной стороны, посыл вроде понятен, что да, ты должен уделять время ребенку, но дело в другом. Здесь как бы стоит довольно дорогой проект, и вы не за идею будете жить, блядь, а за то, что ваш, как бы, отец, скорбитесь, хочет добиться спокойствия. Я, правда, блядь, не понимаю, нахуй, этого говна из-за этого, пытаешься работать. Ты во всем виноват, ты времени так мало уделяешь. Да, с одной стороны, можно как-то найти компромисс для того, чтобы уделять время, попытаться уделить время. Но, блядь, так вот срываться, когда, ну, как бы, ребенок реально потратил, по сути говоря, испортил такой вот макет и такую работу. Как раз тебе говорить, чтоб ты не входил в мой кабинет без разрешения. Но я хотел... Но ты же не маленький. Стой, 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 что именно он хотел? I don't know. Мать плачет и жрет мороженое, внезапно день превращается в ночь, а сценарист показывает детям, что же случается при употреблении наркотиков, а главное при их смешивании. Ку-ку. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Слушайте, блядь, я все понимаю, но я не заказывал трешовый фильм из 80-х, посвященный тому, как клоуны нашли ЛСД. НЕТ! Серебряков... Это ж Бетрой, Бетрой сошел с ума. ...проходит через дверь в надежде, что его отпустят и вдруг встречает свою учительницу, которая хочет его убить. Сын, бросив шарики, спасает отца от расправы. Ку-ку. Черный властелин не идет в курятник. Вместо этого он бросает ключ адекватности... Это что, Джекович, кстати, что ли, или мне показалось? ...волшебную шляпу. И чтобы Серебрякова отпустила, ему нужно найти этот ключ. Он начинает рыться в шапке. Вместо ключа он находит хрень, которой можно запускать мыльные пузыри, что сын и предлагает сделать. Ключ почему-то и оказывается в пузыре. Серебряков пробивает пузырь, откусанный морковкой, потому что это детский фильм и можно показывать любую херню. Ключ превращает Серебрякова в ребенка. И он садится вместе со своим сыном смотреть на то, как его жирная жена танцует. Потому что у сценариста Эдипов комплекс. Наконец, пелена трипа спадает и оказывается... What the fuck? Нет, просто... ...клоуны из космоса. А, Killer Clowns, господи. Killer Clowns from other space. Это классная вещь. То есть Серебряков с сыном, забив на работу, учебу, все это время просто играли. Семья невероятно сплочается, видимо, потому что скоро... Подожди, ты смотрел этот фильм? Скоро из-за неимения денег кого-то выгонит... Серьезно, мастерская, ты смотрел этот фильм? ...гонит из дома. А в коробке, как известно, вместе теплее. Мораль сей новеллы такова. Не работай, не учи, люби детей, бомжеви. Заключительная новелла называется Эпишо. Сценарист психо... Эпишо? Это типа... Когда чел такой решил начать читать сценарий, такой... Так, эпилог. Окей, начинает читать, и такой Эпишо... Потому что не может понять, что такое говно было написано. И уже на названии продемонстрировал весь свой талант. Копия Михалковой, главная героиня. Она, как и любой другой учитель, всегда опаздывает и носит оранжевые кепки. Что не смешно, а знаете, что на самом деле смешно? Простите, Шахерезада Игнатнина. Фамилии. Вот что убивает зрителя до коликов. Нерадивая попадает под маховик распределения практики в новую школу. Станислав Далиич Сальвадоров. Потрясающе. Кстати, без шуток, но... Вот не такое круглолесовое и более безумные такие глаза, реально Дали был бы. Просто гола. Как вы понимаете, школа не совсем обычная. Так как министр образования Ливанов хочет затмить великого Фурсенко, в этой школе объединили два предмета в один. Например... Пение с физкультурой, а химию с черчением. Ладно, еще я кое-как могу понять химию с черчением, когда нужно начертить формулу, например. Но вот, блядь... Хотя нет, пение с физкультуры тоже можно. Так, ребята, давайте... Делаем такое строгое марширование. Давайте, раз, два, три. Кто проживает на дне океана? Спанчбом, сквер, пенс. Желтая губка, малыш без изъяда. Спанчбом, сквер, пенс. Пусть думаешь, соседи я еблан. Слушай, у нас и так соседи ябланы, которые зачем-то ночью либо стучат, либо начинают сраться, блядь. По-моему, один раз срались на кота. Будете заниматься литературой, а взамену биологией. Далее она идет знакомиться с учителями этой ебнутой школы. Тим Сторик. Голубушка, вы уж меня так и зовите. Хим Сторик Виссарионович. Англ Финн. Труд английский. Чистокрупный Финн. Тим, почему-то, блядь, нахрена такие, блядь, близкие планы. Это выглядит жутко, отталкивающе. Куэльтонин. Паппилана. Панкона кейхуя куэхо. Это что? Это не Бурунов случайно был? Глэд Тао Сио. Че очень похож на такого более, как сказать, худенького Бурунова. По-моему, это он. Л. 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 Я сейчас смотрю на это. Чела с усами и его притёска. Просто, я не знаю. У меня, наверное, кукуха поехала. Но мне кажется, что он похож на того злодея из Лоракса. Да, блядь, точно! Пел это. Пусть всё умрёт, пусть всё умрёт. Ну, реально, похож. Почти похож. Только усы убрать, и всё. Лучше, это смесь Сальвадора Дали и Огера, блядь, из Лоракса. Пиздец. А если серьёзно, Бурунов. По-моему, это реально Бурунов. Сальвадор Дали и Огера, блядь. Ложка снега. Хорошо, бёдра. Ночи бёдра пошли. Нет, я не вспышка, я хочу проснуться, чтобы от всем преподам в гробу перевернуться. Как вы понимаете? Чё, спи озвучкой, блядь. Понимаете, этот дегенерат, желающий смерти другим людям, читающий рэп и носящий кепку, а также не слушающий никого, главный герой нов... Если это Бурунов, то, наверное, сожалеет о роли. ...носящий кепку, а также не слушающий никого, главный герой новеллы и пример для подражания детям. Быстин Охло. Очень трудный мальчик. Охло Быстин. Сними бейсболку. Сейчас. Что? Во, чё это? Следующий кадр и внезапно ночь. Вы монтажёра прямо так с ветки дерева сняли? Ударьте его палкой, пусть хоть попытается связать сцены. Нет, вы только ничего не убирайте, я, можно, сама всё сделаю, пожалуйста? Ну-ка, садитесь на место, ну-ка, быстренько. Уборщик составляет перчатки, и в кабинет заходит Быстин Охло. А ну, иди спать! Немедленно! И ни с того ни сего перчатка нападает на героев. И, наконец, мы видим, куда потратили большую часть бюджета. Да, на покупку очередной дозы создателям. В конце концов, школьник лопает, индикатор паров брожения. Какого хуя? Пладкая парочка пытается сбежать из школы, но не тут-то было. А сейчас бейт бояются. Кто? Спокойно. Короче, бахал. Да нет, я его уже выкурил, он так просто здесь стоит. Пару дней играл в Fallout и этот, бля-бля, герой третий. И, короче, на утро четверга меня Куценко, короче, откачивает. Открываю глаза такой, он. И, это, идея этой сцены прям, вот. И так, да, я понял, что так и снять ее надо. Ээээ, да. Стопудово. Часа хуйня. Это такой монтаж был реально в фильме? Вы говнулись. Спасибо, Охот. Это невероятно. Но в итоге их схватили. Ну нахер. Отец. А говорят, что с ужастиков не могут снимать, блядь. Да вот, почему, блядь, не страшные фильмы очень часто выход напротив довольно жуткими неприятными. Но ты видел, видел. Отец, подумайте о ней. Не, блядь. Оказывается, в этой школе по ночам учителя и учащиеся проводят некие кровавые оргии. Подобной бакханалии не хватает разве что песни. Трудновоспедуемый ученик, этот ужасный пустеохлый. Чья кошка уже сдохла. Поэтому, блядь, вы и так уже достигли самой высокой отметки какого хуя, но это уже лишнее. Назовите единственное слово, в котором подряд идут три одинаковых условия. Это не единственное слово. Есть ещё кто? Смеееееееееееет! Я свежу! Нет! Этот фильм сло... ... ... ... ... Словно говорит пизда вашей психики. Учительница по имени Гала превращается в основательницу этой школы по какой-то причине. А чтобы завершить этот ритуал Михалкова должна убить Охлобыстина. Господи, что за херню я несу? Почему это вообще существует, блядь? Почему? Внезапно прилетает оранжевая кепка и м- Я хочу, кстати, посмотреть вообще рейтинг этого говна. Понимаете, просто дайте мне, пожалуйста, всего пару минут и я хочу посмотреть рейтинг этого говна. Сказка есть. У этого, блядь, у этого говна рейтинг для всех возрастов. Нет, знаете, идите нахуй, блядь. Да показывать такое детишкам, может вам сказать, ой, ранимо, ранимо. Нет, ребята, тут некоторые сцены, это реально какой-то полный пиздец. Ноль плюс, блядь. Михалкова её одевает. Само собой, надев её, все плохие дохнут, а дети вновь становятся детьми. Само собой, для психушки, а не для реального мира. По какой причине в этом фильме что-то происходит? Такого не бывает, что просто так. Потому что фильм детский. Эй, Адик, тут фильм на замену пришёл. Какой? Сказка есть. Не-не, жаль, конечно, это ранний обзор. Тогда вот, если бы это сейчас снимали, вот именно этот обзор, то лучше бы он позвал от Стинтлера. Вообще было бы отлично. Судя по фильму, больные кинодеятели есть. Мне кажется, выводы здесь не нужны. До свидания. Когда подумаешь, что хуже уже некуда, и ты нашёл дно. Да, ведёшь Райки Тодзио. Но, посмотрев новый фильм, ты поймёшь, как сильно ты ошибался. Честно, я правда не понимаю, как это, блядь, показано в теоретрах. И неужели ли ты, блядь, это существует? Честно, я правда не понимаю, как это, блядь, показано в теоретрах. И неужели ни у кого не возникло вопросов, что, в особенности в третьей новелле, всё пошло по какому-то полному трешаку. Типа, серьёзно, лучше бы они эту идею дожали и сделали хороший такой вот хоррор в сеттинге школы. Реально, дожали бы, сделали реально жуткую хуйню, от которой, ну, реально чувствуешь себя некомфортно. Очень вот это есть, есть. Но, в итоге, всё потрачено на этот и без того пиздецовый непонятный момент. Самое смешное, вторая вот эта вот самая, как сказать, вторая новелла, самая адекватная. Вот честно, хоть и своими вопросами, но тоже более-менее. Короче, респект и лайк, спасибо за этот обзор, Бэду, спокойно, дружки, пирожки и, пожалуйста, не сталкивайтесь с такими фильмами.